Ну все, давайте начнем. Рад всех приветствовать на второй части нашего семинара. Первая часть у нас была теоретическая, она есть в записи. Если кому-то нужна эта часть, то вы можете написать либо мне, либо Косову Андрею. И запись мы вам эту предоставим. Сегодня у нас часть практическая. И сегодня мы с вами поработаем с средой OvenLogic. Давайте сначала пару организационных моментов. Весь наш семинар будет где-то полтора часа. Будем делать обзор на среду OvenLogic. И вопросы задавайте в чат. В конце у нас тоже еще будет время, чтобы ответить отдельно на вопросы. То есть по мере того, как я буду показывать, я буду делать какие-то остановки, чтобы вы задали вопросы, и я мог на них ответить. Кроме этого, мои коллеги будут отвечать на ваши вопросы. Ну и в конце тоже будет время, чтобы предоставить ответы на некоторые вопросы. Кроме этого, я дам контакты и свои, и по Сухову Андрею, он руководитель направления. Какие-то дополнительные вопросы можете связаться с нами и задать их уже потом, после семинара. Что мы сегодня с вами посмотрим? Мы познакомимся со средой OvenLogic. Начнем прям со снов. Рассмотрим интерфейс, посмотрим, как подключаться, как программы создаются. Начнем с самых простейших функций. Посмотрим библиотеки. Ну и дальше уже перейдем к созданию различных собственных блоков. Поработаем с экранами. И рассмотрим такой примерчик информационного обмена PR200, например, с облачным сервером OvenCloud. Так, сейчас я включу показ экрана своего, и мы с вами еще раз убедимся, что изображение у всех присутствует. Так, все видят мой экран сейчас? Рабочий стол Windows. Отлично. Тогда мы можем с вами начать. Запускаю OvenLogic. Вот такой вот ярлык. Скачать можно у нас на сайте, абсолютно бесплатно предоставляется программа. И первое, на что мы с вами обратим внимание, это на нижний правый угол, после того, как запустили программу. Здесь у нас написано сейчас прибор не подключен. Может быть, отчетливо видно, но там написано вот такой вот желтый треугольник, и написано прибор не подключен. Что это означает? В программе есть автоматическое определение прибора, если он подключен к компьютеру. Сейчас прибор не подключен, если мы хотим работать без прибора, мы можем просто сюда один раз нажать, и здесь будет надпись Offline. В принципе, ничего страшного не будет, если мы с вами не запустим Offline. Просто программа перестанет определять прибор, и все. У меня же прибор имеется. Давайте я подключу прибор к компьютеру, и мы с вами посмотрим, как это выглядит. Вот я подключаю прибор к компьютеру, и мы с вами видим то, что здесь написано PR200-2202224. То есть прибор определился, и указана его полная модификация. Сейчас, секунду, давайте я сделаю покрупнее масштаб, для того, чтобы вам было получше видно различные надписи. Так, если у вас черный экран, попробуйте обновить страницу еще раз, и перейдите по прямой ссылке. Может быть, вы смотрите по этому. Потому что, как мне написали, у большинства экран присутствует. Прямая ссылка. Давайте я еще раз прямую ссылку сейчас вам скину. Вот прямая ссылка. Переходите по ней, все, кто к нам сейчас присоединился. Попробуйте разные браузеры, да, какие-нибудь надежные, типа Mozilla, Firefox, Яндекс браузера. В Chrome, в принципе, тоже не должно глючить особо. И продолжим. Программа OvenLogic. Прибор у нас определился. Изначально у меня был уже указан компорт нужный. То есть, если бы здесь был другой компорт, у нас бы прибор сразу бы не определился. Для того, чтобы указать нужный компорт, я должен нажать на вот эту настройку, там, где написано COM3. Появится вот такое окно. Здесь есть параметры подключения, и нужно указать правильный компорт. Поскольку у меня сейчас особо других устройств большое количество не подключено к компьютеру, у меня здесь есть выбор только из COM1 и COM3. Как мне определить, по какому же компорту подключен PR200? Определить это я могу через диспетчер устройств. Я нажимаю правой клавишей на компьютер, дальше захожу в управление, и захожу в диспетчер устройств. Это такой, один из самых быстрых путей это определить. Здесь есть несколько компортов. При этом, как вы видите, не совсем понятно, где же конкретно мое устройство. Оно и так не подписано, что это именно PR200. Как я могу проверить, где же мое устройство? А я просто вытаскиваю USB кабель из компьютера, по которому подключим PR200, и еще раз вставляю. Вот я еще раз вставил и увидел то, что у меня пропал COM3. Значит, именно по COM3 подключен PR200. Закрываю диспетчер устройств, возвращаюсь в OvenLogic. Прибор у меня определен. Все подключено. Теперь мы можем создавать новый проект. Потому что, насколько вы видите, у нас сейчас панель инструментов неактивна, окна все пустые. Нам нужно создать новый проект. Я нажимаю меню File. Новый проект. Дальше мне, поскольку уже прибор подключен к компьютеру, мне предлагают создать проект конкретно под этот прибор. То есть, если бы у нас с вами прибор подключен не был, тогда мы бы сами вручную выбирали, а под какой прибор создавать проект. Сейчас же нам программа уже предлагает под конкретное устройство. Я просто нажимаю ОК. После чего появляется вот такое окно. Все элементы становятся активными. И давайте разберем, что же здесь из интерфейса находится. Начнем мы с вами сверху. Сверху у нас находится меню. Файл, вид, прибор, сервис, расширение, помощь. Там находятся все основные настройки. Чуть ниже у нас находится панель инструментов. Тут есть такие инструменты, как сохранить проект, то, что относится к проекту. Есть инструменты, как загрузить проект на устройство. И различные блоки, которые помогают при написании алгоритма. Чуть ниже у нас находится рабочий холст. То есть, вот это центральное пространство – это рабочий холст. Называется эта вкладка «Схема». На схеме у нас присутствует рабочее пространство, вот такое с сеткой. Слева у нас находятся входы устройства. И здесь мы видим это и один, и восемь дискретные входы. И А1, АИ4 – аналоговые входы. Справа у нас находятся выходы. Q1-Q8 – это дискретные выходы. Дальше АО1, АО2 – это аналоговые выходы. И еще есть такие выходы, как F1, F2. Это светодиоды на лицевой панели PR200. Справа у нас находится окно библиотеки компонентов. Библиотека компонентов – это те самые блоки, при помощи которых создается алгоритм и программ. В OvenLogic используется язык программирования FBD. Это язык схемный, блоковый. То есть, сами алгоритмы пишутся при помощи специальных блоков с определенным функционалом. Здесь есть в библиотеке компонентов вкладки функции, функциональные блоки и макросы проектов. Макросы проектов – это, по сути, пользовательские блоки. Чуть ниже библиотеки компонентов находится свойство. Окно свойства. Окно свойства – это свойство любого выделенного объекта в программе OvenLogic. Сейчас, поскольку я еще ни один объект не выделял в программе, у меня сейчас это свойство схемы. То есть, здесь мы видим ширина холста, высота холста. Если я ширину сделаю поменьше, поставлю, например, 200, мы с вами увидим, что холст у меня уменьшился. Я могу его теперь увеличить, и вам будет лучше видна схема. Если я выберу, например, дискретный вход, тогда у меня появится свойство дискретного входа. Слева у нас есть вот такая еще вкладочка – менеджер экранов. Сейчас нам экраны пока не нужны, поэтому окно мы это закреплять не будем. Оно нужно для настройки экранов прибора, и оно у нас будет вот в таком свернутом состоянии. Теперь давайте сделаем что-нибудь такое начальное, самое простое. Например, поработаем с входами и выходами прибора. Каким образом с ними взаимодействовать. Обратите внимание, что у входов и выходов есть вот такие вот линии связи небольшие, торчащие. Если я поднесу туда курсор, там появится красный квадрат. Если я один раз левой клавишей мыши на него нажму, у меня потянется линия связи. Если я ее дотяну до выхода Q1 и в таком же красном квадрате еще раз нажму, то образуется прямая линия связи. То есть все достаточно просто. Если я ее захотел удалить, я выделяю вот таким образом, нажимаю Delete, все, линия связи удалена. Помимо этого можно строить связь по точкам. То есть мы с вами видим то, что есть на рабочем холсте точки. Я беру линию связи и начинаю строить ее по точкам. Начинаю строить по точкам. Это очень полезно, когда у вас много блоков, много различных линий и нужно избежать пересечений. Тогда можно делать связи именно по точкам. При этом эти точки в дальнейшем можно редактировать. То есть я выделяю линию связи, беру точку, передвигаю, и мы с вами опять возвращаемся в первоначальную нашу прямую линию связи без различных изгибов. Сейчас мы с вами образовали вот такую связь между входом E1 и Q1. От чего у нас теперь зависит выход Q1? Выход Q1 полностью зависит от входа E1. То есть если E1 включен, то Q1 тоже будет включен. Если E1 выключен, то Q1 тоже будет выключен. Так, вижу вопрос по цвету линии связи. Цвет линии связи не меняется. По цветам в дальнейшем я еще расскажу. Здесь они есть разные, они привязаны к типу данных. И это на самом деле очень удобно. Теперь давайте перейдем к следующей связи. Следующая связь у нас будет инверсная. Мы сейчас с вами задействуем одну из логических функций. Функция это будет логическое отрицание. Логическое не. Здесь блок называется not. Выглядит он таким образом. Находится в библиотеке функции. Да, в оффлайн все доступно, начиная от выбора приборов. Да, это все в оффлайн доступно. Вы можете создавать проект под любой прибор. Даже если вы создали проект под какой-то другой прибор, потом все равно можно этот проект переформатировать. Подаем вход E2 на вход блока not. Выход блока not подаем на выход Q2. Какая связь у нас теперь вот здесь будет? Что делает блок not? Блок not по-простому можно сказать сигнал переворачивает. То есть если у нас с вами на входе сигнал единица, то есть сигнал присутствует, то на выходе блока not у нас будет 0. Если на входе блока not будет 0, на выходе блока not будет единица. То есть будет присутствовать сигнал. И рассмотрим еще такую линию связи, как раздельное управление. Зачастую у нас с вами есть управление объектом одним объектом при помощи двух кнопок. Это пуск и кнопка стоп. Вот для того, чтобы реализовать здесь такое управление, нам нужно зайти в функциональные блоки и вытащить либо RS, либо SR-триггер. Но я возьму, например, первый вот этот RS-триггер. У RS-триггера есть два входа. S – это set, это включение выхода Q. R – это reset, это выключение выхода Q. Выход Q я подаю на Q3, чтобы мы с вами в программе видели, то что выход включается, выключается. На вход set я подаю вход E3. И на вход reset подаю вход E4. Получаем вот такую связь. Теперь давайте мы вот эту связь проверим. Причем проверить вот эти связи мы можем несколькими путями. Первый из них, допустим, у нас нет прибора. В наличии прибора нет. Поэтому запускаем режим симулятора. Находится он по центру панели инструментов. Выглядит как такой зеленый треугольничек. Запустили режим симулятора. И у нас рабочий хост меняет свой цвет. Получается вот таким. И входы-выходы становятся активными. Мы это с вами сейчас видим. У них есть состояние. Первая линия связи – прямая. Сейчас у нас сигнал на входе отсутствует, на выходе его тоже нет. Как только я подаю сигнал на вход E1, нажимаю на него один раз, у меня на выходе сигнал еще не появляется. Почему не появляется? Мы с вами зашли в режим симуляции. Но есть такой момент. Все приборы, которые программируемые, у них есть внутренний цикл программы. То есть они работают циклично. Они программу выполнили, чуть-чуть подождали, потом заново программу опять выполняют. И так постоянно. Сейчас, поскольку мы с вами делаем все вручную, вот этот цикл мы должны запускать вручную. И для того, чтобы его запустить, у нас есть вот такая панель, которая появляется именно в режиме симуляции, где есть еще один зеленый треугольник такой же, и называется он «Пуск». Запуск симулятора в режиме реального времени. Нажимаем «Пуск», и теперь у нас сигнал с входа передается на выход. И вот это важный момент. Обязательно, когда запускаете режим симулятора, обязательно нужно нажать «Пуск», чтобы у вас программа работала. Вход. Сигнал есть, на выходе тоже есть. На входе сигнала нет, на выходе его тоже нет. То есть прямая линия связи. Дальше инверсная линия связи. Изначально у нас на входе сигнала не было, на выходе он есть. Теперь я подаю сигнал на вход, на выходе сигнал пропадает. Мы здесь с вами видим то, что выход становится неактивным, и здесь появляется состояние ноль, то есть отсутствие сигнала. Выключая выход, Q2 включился. Теперь про раздельное управление. Раздельное управление у нас следующим образом выглядит. У нас одна кнопка на пуск, это И3, другая кнопка И4 на выключение. Если я подал импульс по входу И3, у меня Q3 включился. Дальше я могу подавать импульсов сколько угодно, у меня с Q3 ничего не произойдет, поскольку это просто импульс на пуск, только на пуск. Если я подаю импульс по входу И4, Q3 выключается, поскольку это отключение выхода и рестриггера. Если у меня придут оба сигнала, и на пуск, и на выключение, вот здесь у меня выход останется в состоянии выключенным. То есть мы с вами видим, что выход выключен, хотя есть оба сигнала. Почему так? Потому что это триггер с приоритетом на выключение. Есть такой же триггер с приоритетом на включение, он называется SR. Этот триггер называется RS, поэтому с приоритетом на выключение. Какой способ еще есть проверить вот эту нашу схему? Мы с вами можем взять этот проект и записать на прибор. Где записать на прибор? На панели инструментов у нас есть вот такая иконка «Записать программу в прибор». И тут же есть горячие клавиши «Ctrl» плюс F7. Нажимаю «Записать программу в прибор». Запись происходит не сразу, поэтому я вам вообще рекомендую перед тем, как осуществлять запись, проект сохранять. И вообще, когда вы создаете новый проект, сохранять его, поскольку если вдруг приложение свернется или компьютер у вас выключится, тогда у вас просто проект пропадет. На прибор мы проект записали. Я вам сейчас прибор показать не смогу, но у нас есть отличная возможность. Здесь есть такая функция, как онлайн-отладка. Находится справа от режима симулятора. Я запускаю онлайн-отладку, и мы с вами видим те состояния, которые находятся сейчас на реальном приборе. Я сейчас буду переключать тумблеры на стенде, и мы с вами увидим изменения. Вот я подаю сигнал на первый вход, и мы с вами видим, что вход подкрашивается таким, его состояние подкрашивается красным цветом, и там появляется единица. И выход у нас включается Q1. Вот я выключаю, выход выключился. То есть то, что мы с вами делали в симуляции. То же самое со второй линии связи. Вот я сигнал подал, сигнал перевернулся, выход выключился. Я сигнал убрал, выход включился. И с раздельным управлением то же самое. Вот я включил Q3, вот я выключил, вот я подал оба, у меня Q3 остался выключен. Это на самом деле очень удобная функция, потому что в режиме симуляции вы можете прогнать программу, и вроде все работает более-менее как вам нужно, а далее вы запускаете на приборе, и что-то идет не так. Бывает так, что все ошибки логики, они иногда не очень очевидны. Поэтому удобно запустить онлайн-отладку и посмотреть, а что же происходит на схеме, когда именно у нас идет работа с прибором. Так, давайте на данном этапе посмотрим, какие есть вопросы. Вы можете сейчас задать вопросы, мы сделаем небольшую остановку. Можно ли увеличивать расстояние между входами, чтобы делать сложные схемы. Давайте немножко про схему еще расскажу и про их интерактивность. Смотрите. Во-первых, приближать и уменьшать масштаб. Можно при помощи клавиш Ctrl и колесика, тогда схема будет увеличиваться и уменьшаться. Что еще можно делать? Можно передвигать входы и выходы. То есть они, в принципе, они передвигаются только по одной плоскости, назовем так, это ось Y. Вверх-вниз, по вертикальной. Но их можно убирать. То есть, допустим, мне вот эти входы не нужны, я их просто беру и вниз куда-нибудь убираю. И на разное расстояние располагаю. Была про сложные схемы вопрос. То есть увеличивать расстояние. Да, ширину холста и высоту холста я могу менять. Холст может быть достаточно большим. То есть я могу, например, сделать холст размером 1000. И вот такой большой холст я получаю. Дальше я могу его уменьшить обратно. То есть ставлю 200. И опять мы с вами вернулись к исходному. То есть холст полностью, как такой пластилин, полностью пластичен. Можно его менять. Ширину, высоту. Я думаю, вполне вам хватит места. Тем более, когда мы с вами дойдем до создания макросов, там уже тоже мы увидим, как место можно сэкономить. Так, давайте. Режим симуляции соответствует работе в реальном времени. По поводу режима симуляции. Он соответствует в работе реального времени. Кроме этого, там есть специальный конструктор, при котором можно менять виртуальное время. Сейчас у нас виртуальное время было равно реальному. Но про него я еще чуть-чуть попозже расскажу, когда дойдем до таймера. Так, коллеги, у нас программа плотная, так что время задать вопрос еще будет. Еще будут перерывы. Давайте мы с вами перейдем дальше. Познакомимся с библиотекой. И посмотрим, какой функционал здесь еще есть. Познакомимся мы сначала с вами с булевой логикой. То есть основа всей логики – это как раз вот эта дискретная логика булева. Какими блоками она здесь представлена? Здесь есть блок логическое и, есть логическое или, есть уже знакомая нам функция нод, логическое не и исключающее или. Выглядят они вот таким образом. У них есть по два входа и один выход. Что мы делаем дальше? А дальше мы с вами посмотрим уже, как они работают в режиме симуляции. Сейчас я подам входы на эти блоки и подключу их выходы на выходы прибора. А с блоком нод мы с вами поступим следующим образом. Мы в него запустим выход блока или, чтобы мы с вами посмотрели, как взаимодействует несколько блоков между собой. Вот таким образом я все соединяю и подаю. Теперь запускаю режим симуляции. В режиме симуляции начнем с блока И. Подам сигнал по первому входу. И мы с вами увидим, что выход выключен. Подам сигнал по второму входу. Увидим, что выход включается. То есть блок И, ему необходимо, чтобы на обоих его входах был сигнал. И в принципе он поэтому и называется И. Булевая логика тема хороша, что она в принципе повторяет нашу речь. То есть когда выход блока И будет включен. Когда И первый вход, И второй вход будет включен. Если хотя бы один вход выключается, выход тоже выключается. Блок Или. Блок Или работает по следующему принципу. Достаточно, чтобы хотя бы один вход был включен. Я нажимаю и выход Q2 включился. Я выключаю. Выход Q2 выключился. Если включатся сразу оба входа, тогда Q2 будет включен тоже. Третий выход Q3. Здесь у нас он пропущен через блок нод. Давайте посмотрим, а какая же его логика. Пойдем от выхода. То есть Q3 включается, когда не включен И3 или не включен И4. И здесь мы с вами это видим. Когда они оба выключены, Q3 включен. Хотя бы один включился, Q3 выключается. Теперь с блоком исключающая ИЛИ. Блок исключающая ИЛИ работает как блок ИЛИ. Но исключает ситуацию, когда оба сигнала включены. Вот я включил И5. Выход Q4 включился. Включаю еще И6. Выход Q4 выключен. То есть должен быть включен только один вход, чтобы выход был включен. Это то, что касается булевой логики. Вот это основные блоки. Чтобы отредактировать схему, я выхожу из режима симуляции. И вот эти блоки я сейчас удалю. Мы с вами перейдем к блокам арифметики. Для того, чтобы начать работать с блоками арифметики, мы еще должны познакомиться с переменными и с типами данных. Например, запустим справку и посмотрим раздел переменные. Перейдем в типы переменных. Здесь есть следующие типы данных. Что нам вообще дают типы данных? Типы данных нам показывают, с какой конкретно переменной мы работаем. В каком диапазоне она изменяется и в каких значениях. То есть это практически полная информация по переменной. Здесь есть следующие три типа данных. Это булевский тип. С ним мы с вами как раз сейчас работали. Дискретные входы, они работают с булевским типом данных. Целочисленный тип. Он же интежер. Внутри программы он расширен. Это интежер 64. То есть значения мы с вами видим, здесь написано, меняются от нуля и до десятков миллионов. То есть их много. Но если мы с вами передаем переменные по сети, то там передается интежер 16. То есть там значения от нуля до 65535. И еще есть тип с плавающей запятой. Он же тип real. Еще его называют float. Это как раз числа с дробной частью. И здесь диапазон очень большой. От минус 3 на 10 в 38 степени до 3 на 10 в 38 степени. Очень-очень большой диапазон. И здесь обратите внимание на цвета линии связи. Как раз вернемся к тому вопросу. Здесь цвет линии связи определяется по типу данных. Если у нас с вами булевский тип, это черная линия. Если это целочисленный тип, это красная. Если у нас с вами тип с плавающей запятой, это фиолетово. И это на самом деле очень удобно, потому что когда вы открываете, допустим, чужие проекты, или вы достаете блок из какой-то библиотеки, а вы не совсем знаете, как этот блок работает, вы хотя бы можете посмотреть на его входы, на цвет его входов и понять, а что же, какого типа данных эти входы. То есть вы хотя бы будете понимать, какое корректное значение с точки зрения программы вы можете подать на эти входы. Ну и с выходов записать в какие-нибудь переменные. По типам данных это все. Ну и конкретно о переменных. Мы их уже коснулись. Давайте к ним перейдем. Где создаются переменные? Локальные переменные в программе. Слева от режима симуляции у нас с вами есть вот такая иконка. Там буква В английская и табличка. Таблица переменных. Открываю таблицу переменных. И здесь есть у нас сразу три вкладки. Стандартные, сервисные, сетевые. Сейчас мы смотрим только на вкладку стандартные. Она у нас открылась сразу, когда мы открыли таблицу переменных. Здесь есть конструктор для создания переменных. Зададим имя переменной. Пару слов об имени переменных. Каких-то определенных правил, прям строгих, здесь нет. Можно задавать как на английском, так и на русском языке. Можно использовать символы. То есть, если уж совсем что-то будет некорректно, вам программа об этом всегда скажет. Но в целом тут строгих правил нет. Поэтому я думаю, вы с ИНИ никогда не ошибетесь. Тип переменной. В1 у нас будет булевский. Энергонезависимость мы ей ставить не будем. Нажимаю Enter. Нам предлагают создать следующую переменную. Делаю переменную Ч1. Это будет, например, переменная у нас целочисленная. Делаю переменную Ч2. Эта переменная будет тоже целочисленная. И сделаю еще две переменных Ч3 с плавающей запятой. И вот здесь, если я хочу сделать еще одну такую же переменную, такую же, такого же типа данных с названием, я могу нажать вот такую функцию дублировать переменную. Нажимаю дублировать переменную. У меня появляется Ч3-2 с плавающей запятой. Я поменяю название, например, на Ч4. Название слишком длинное. Я его поменял на Ч4. Все. Сделали вот такие переменные. И нажимаю ОК. Как мне их теперь добавить на рабочий холст? На рабочий холст их добавить можно просто. Во-первых, есть способ при помощи блоков с панели инструментов. Обратите внимание, здесь вверху на панели инструментов, у нас с вами в правой части есть вот такой вот блок, создание блока выходной переменной и создание блока входной переменной. Выходная переменная – это когда в переменную мы хотим что-то записать. Входная переменная – это когда мы с переменной значения считываем. Давайте я сейчас добавлю вот такой блок, потом два раза на него нажимаю, у меня открывается таблица переменных, я выбираю B1. Здесь я тоже два раза нажимаю и выбираю B1. Значения в B1 я буду писать с входа I1. Значения в Q1 я буду писать с переменной B1. Теперь я сейчас открою еще окно панель переменных. Сейчас оно у меня закрыто, его можно найти во вкладке вид. Есть панель переменных. Я ставлю сюда галочку, у меня появляется вот такая панель. Кроме этого, сейчас мы с вами посмотрим механизм интерактивных окон, который здесь реализован. Если мы с вами сейчас окно возьмем, поднесем к вот этой иконке, которая появляется, когда мы передвигаем окно, и отпустим, у нас оно встроится вот таким образом. Здесь я могу переменные тоже вытаскивать с панели переменных. Если я вытаскиваю просто левой клавишей мыши, у меня создается переменная на чтение. Если я зажимаю shift и вытаскиваю левой клавишей мыши, то у меня создается переменная на запись. И здесь мы с вами видим, что переменная может иметь только один блок записи. То есть здесь записывать переменную мы можем только один раз. Читать можем сколько угодно, а записывать только один раз. Это особенность языка FBD, на котором как раз создан алгоритм программирования VolumeBloget. Нажимаем «Да» и видим, что у нас с вами вот здесь B1 исчезло, оно теперь появилось в этом блоке. Я передаю вот таким образом. Что по сути мы с вами получили? Мы с вами получили ту же прямую линию связи. То есть если я сейчас запущу режим симуляции, то мы с вами увидим, что у нас выход полностью зависит от входа. Вход включился, выход включился. Вход выключился, выход выключился. Мы сейчас значения передаем через переменную. Это удобно, когда у нас схемы большие, находятся на разном расстоянии. Кроме этого у нас есть много блоков, куда приходит один и тот же сигнал. И чтобы нам не тащить линию связи от одного входа по всем этим блокам, по всем выходам, делать кучу пересечений, мы можем использовать как раз переменные. Вот такие переменные. Теперь давайте перейдем уже к арифметике, к численным переменным. Добавлю переменную Ч1 и познакомимся с блоками арифметики. На самом деле это классические функции арифметики. Выглядят они следующим образом. Здесь у нас есть блок АДД, сложение, блок САП, вычитание, блок МУЛ, умножение, и блок ДИФ, деление. Вот я его достаю. Есть еще такая специфическая операция, мод, для целых чисел, для того, чтобы получить остаток от деления целочисленных чисел. То есть, когда мы с вами делим, например, 10 на 3, у нас остаток по-любому останется. Но целочисленный тип данных, что с ним сделать, он его просто выкинет. Он его даже не округляет, он его отсекает. Вот для того, чтобы учесть вот этот остаток, нам нужен вот такой блок МОД. Это блоки для типа данных целочисленный. Здесь вы видите связи, красные. А для типа данных с плавающей запятой есть такие же блоки, но с буквой F. Вот я один сейчас сюда вытащу, увеличу, и мы с вами увидим. То, что здесь у нас одни связи красные, другие фиолетовые. И фиолетовые как раз для типа данных с плавающей запятой. Называются они так же, это ADD, SUB, MO, GIF, но там будет еще подписана буква F. Вот это стоит помнить. Так, я сейчас лишние блоки удалю, и мы с вами сделаем следующее. Мы с вами число 1 сложим, например, с константой. Как добавить константу целочисленную? Мы выбираем блок создания константа, вот здесь он находится, справа от переменных. Добавляем на рабочий хост. Тип константы мы выбираем булевский. Если я сейчас просто добавил константу и захотел ее подать на блок ADD, он мне скажет, что нет, так не пойдет. Здесь нужен тип данных integer, то есть целочисленный. Выбираю константу, в свойствах меняю тип константы на целочисленный и подаю на блок ADD. Вот, я ее сюда подал. Значение я могу менять константы как в свойствах, так и на рабочем холсте. Например, буду прибавлять здесь пятерку. Дальше, что мы можем сделать с результатом? Чтобы увидеть результат, мы его должны куда-то вывести. На экран, в какую-то, допустим, переменную и так далее. Что мы с вами сделаем? Здесь есть еще блоки сравнения. Есть блок сравнения на большее значение GT и есть блок сравнения на равенство, эквивалент, EQ. Выглядят они вот таким образом. Других блоков сравнения здесь нет, но вот этих блоков достаточно, чтобы сделать любые различные сравнения. Больше, меньше, равно и так далее. путем того, что менять входы местами у этих блоков. Здесь мы с вами, например, сравним. Возьмем блок сравнения. Результат операции сложения подадим на этот блок. Дальше я вот эту переменную скопирую. Здесь поддерживаются функции копирования Ctrl-C, Ctrl-V. И подам на второй блок GT. А здесь значение я задам 10. Что у нас здесь будет происходить? У нас складывается Ч1 с пятеркой. Дальше это подается на блок сравнения, где сравнивается, что первый вход блока GT больше, чем второй, где у нас находится константа 10. А выход, он булевый. Мы его подаем уже на выход Q2. То есть, когда у нас с вами значение будет больше 10, Q2 у нас включится. Вы сейчас можете увидеть, что схема у меня загорелась красным цветом таким. Здесь внизу написано, что переменная нигде не записывается. То есть, вот эта переменная Ч1 у нее нет значения. С чем это связано? У переменной Ч1, изначально у нас это локальная переменная не энергозависимая, у нее начального значения нет. И нигде в программе сейчас она его не получает. Поэтому я открываю таблицу переменных и назначаю переменную Ч1 энергонезависимой. И у нее появляется значение по умолчанию 0. То есть, я могу либо назначить энергонезависимой, чтобы она получила начальное значение, либо я могу где-то до этого ей значение присвоить. Например, записав с константы, либо еще каким-то путем с экрана прибора ввести его. Но значение у нее должно быть. Прежде чем проверять вот эту схему, мы сейчас еще быстренько добавим еще одну схему для чисел с плавающих запятой. беру блок FSAP, вытаскиваю значение, например, Ч3, подаю на FSAP, добавляю константу с плавающей запятой, тип константы с плавающей запятой в свойствах ставлю, потом пишу, например, 3.75. Вот здесь неважно, будете писать с точкой или с запятой, программа все равно укажет корректно. При этом обратите внимание, что на рабочем холсте именно средствами визуализации отображается запятая, просто чтобы было заметнее. Подаю на вход блока FSAP, дальше мы с вами добавим еще одну операцию, например, будем делить, вытаскиваю FDIF, а делить мы с вами будем на результат сложения целочисленных чисел. Я достаю константу Ч2 и результат сложения пишу в нее, а дальше ее добавляю сюда, к блоку FDIF. Если я сейчас захочу добавить, он мне скажет, требуется установить блок преобразователь to flow. Есть блоки преобразователей из одного типа данных в другой. Находятся они на панели инструментов и выглядят вот таким образом, в самом конце. Х стрелочка в B, Х стрелочка в И, то есть интежер целочисленная, Х стрелочка в F, то есть float с плавающей запятой. И здесь я должен выбрать Х, это наше чекущее значение, а F это во что мы преобразуем. Выбираю Х, стрелочка F. Добавляю Х стрелочка F, на вход подаю Ч2, выход подаю на FDIF. А дальше мы с вами просто возьмем и запишем это значение в Ч4. Добавляю и получаем вот такую схему. Но для того, чтобы у нас промежуточная переменная в режиме симуляции отобразилась здесь на экране, я открываю таблицу переменных и назначаю Ч3 и Ч4 энергонезависимые. Иначе у нас просто переменная промежуточная не отобразится. Запускаю режим симуляции и мы с вами видим результат выполненных действий. То есть у нас из нуля сначала вышелось 3.75, потом поделили мы это все на 5 и значение пишется в Ч4. Единственное обратите внимание то, что у нас с вами промежуточное значение они наезжают друг на друга. Вот если вы хотите чтобы они не наезжали их было хорошо видно располагайте блоки арифметики и переменные где записываются там результаты следующей блоки подальше друг от друга. Так по блокам арифметики у меня все на этом этапе есть какие-то еще вопросы связанные с переменными с блоками арифметики если есть тогда задавайте я сейчас смотрю чат можете спросить блоки преобразования здесь есть как булевый тип данных так в целочисленный так и в тип данных с помощью запятой входов и выходов не всегда высвечивается есть такая штука связана это с тем вот смотрите я допустим сейчас не знаю про какие конкретно про какой конкретный тип данных вы говорите я вот допустим энергонезависимый сейчас убрал с ч4 а ч3 оставлю энергонезависимый и в режиме симуляции если я запущу как вы увидите у меня нет состояния переменных нет оно не отображается и вот это действительно я не увижу в режиме симуляции кроме этого есть еще такая ситуация когда вы не привязываетесь к выходам вы схему собрали но выход никуда не отправили то есть не отправили выход не на физический выход куб не на экран не в сетевую переменную никуда а отправили выход например в какую-нибудь локальную переменную и тогда оно тоже не будет высвечиваться то есть значения там не будет так давайте перейдем к блокам функциональным и разберем с вами таймеры добавляю таймеры которые здесь есть находятся они в разделе функциональные блоки добавляю таймер tp таймер tn и таймер tf вот таким образом я их добавляю и также посмотрим в режиме симуляции то есть отдельно не будем рассказывать для того чтобы сэкономить время про принцип работы лучше лучше один раз посмотреть чем несколько раз послушать вот таким образом я их соединяю кроме этого таймеру нужно еще задать уставку по времени выбираю таймер tn задаю свойствах время задержки 5 секунд выбираю таймер tf задаю время задержки 5 секунд тоже добавляю tp1 длительность задаю тоже 5 секунд везде вот так проставил и запускаю режим симуляции даю пуск циклом и что мы сейчас с вами сделаем мы отдельно посмотрим каждый таймер таймер tn таймер с задержкой на включение в принципе в его названии уже понятно как он работает я подаю сигнал на включение по входу 1 и таймер начинает отсчитывать время давайте я увеличу мы с вами увидим здесь считается промежуточная переменная как только он эту уставку отчитал в 5 секунд которые я задал выход q1 включился если я сигнал снимаю выход q1 выключается то есть таймер работает с постоянным сигналом не с импульсом а с постоянным еще раз подаю сигнал таймер начинает отсчитывать я например снимаю сигнал выход так и не включился а время обнулилось то есть в следующий раз когда я заново подам сигнал он начнет опять считать с нуля теперь то что конкретно таймером то т.у.ф таймер с задержкой на выключение здесь я также подаю сигнал но здесь выход включается сразу то есть включение здесь происходит сразу а вот выключение с задержкой теперь я снимаю сигнал начинается отсчет времени как только насчитывает 5 секунд выход q2 выключается таймер tp таймер заданной длительности вот таймер tp работает с импульсом я подаю импульс начинается отчет времени выход включается сразу отчитал 5 секунд выход сам автоматически выключен и даже если у меня сигнал остается висеть следующие времени следующий цикл не запускается то есть я сначала снимаю сигнал подаю еще раз импульс и выход опять включается отрабатывает 5 секунд выключается вы спросите а каким же образом его выключить нужно мне выключить например его по кнопке или в аварийной ситуации обязательно нужно отключить как это сделать для этого есть специальная стандартная конструкция которая используется во многих средах программирования давайте ее добавим для того чтобы добавить нам нужно выйти из режима симулятора осуществляется она при помощи блок селектор сейчас я его добавлю про него расскажу добавляю селектор у селектора один вход булевый два других входа числены то есть селектор есть как для целых чисел селектор есть и для чисел с плавающей запятой каким образом работает селектор если у него вход первый булевый имеет состояние ноль тогда на выход передается второй его вход если первый вход булевый имеет состояние единицу то есть сигнал есть по этому входу тогда на выход блока селектора передается третий его вход. Что мы будем передавать по этим входам? Мы будем передавать константы. То есть мы будем записывать время. Почему мы будем записывать именно временные уставки? Для чего мы добавляем вообще вот такой блок? Если мы просто заблочим выход таймера ТП, это решит ситуацию, но не решит ее кардинально, поскольку мы с вами выход-то получим выключенным, а таймер так и продолжит работать. Нам нужно, чтобы таймер выключился. Каким образом мы это сделаем? Мы ему поменяем время уставки. В обычном режиме у нас будет работать 5 секунд. Когда нам нужно его отключить, мы делаем подмену времени уставки. И он работу свою прекращает, потому что он видит, что он это время уже переработал. По второму входу я передаю 5000. Почему именно 5000? Потому что таймеры работают на самом деле с типом данных тайм внутренним. И там есть разряды миллисекунды, секунды, часы, минуты. И время, вот это значение целочисленное, в таймер передается в младшем разряде, в миллисекундах. То есть мы должны либо подать 5000, либо мы подаем, например, через переменную значение 5, умножаем ее при помощи блока mu на 1000, и дальше уже пишем в блок. Теперь я скопирую, что мы подаем по третьему входу. По третьему входу мы подаем минимальное значение времени. Ну, например, 1 миллисекунду. У нас время цикла сейчас в программе 1 миллисекунда. Здесь мы с вами вручную время цикла установить не можем. Здесь оно определяется тем, насколько программа сложна. Сейчас у нас программа достаточно простая, и по умолчанию, скорее всего, используется время цикла 1 миллисекунда. Чем программа у нас становится больше, тем времени цикла у нас будет расти больше. То есть значение времени цикла может 10 миллисекунд составить. Если программа очень сложная, может там и 20, и 30. Время цикла можно посмотреть. Вижу вопрос по времени цикла. Можно посмотреть. Для этого есть специальный блок в менеджере компонентов. Когда дойдем до менеджеров компонентов, я постараюсь не забыть и показать этот блок, который показывает время цикла. Там есть специальный блок. Каким образом нам теперь значение выхода селектора записать в таймер TP? Для этого я беру блок создания блока записи, функциональный блок. Находится он вот здесь сверху на панели инструментов. W буква. И добавляю на рабочую область. Дальше выход я подаю на блок write.tofb. Выбираю блок write.tofb. Захожу в свойства и сначала выбираю функциональный блок. Выбираю блок, куда я пишу это значение. Блок TP1. Выбрал блок TP1. Кроме этого, мы с вами видим, у нас появилась вот такая связь. Теперь, когда я выбираю write.tofb, у меня блок подсвечивается. Теперь я режим симуляции запускаю. Мы с вами проверяем, как это работает. Запускаю цикл. Сначала у нас работает таймер TP в обычном режиме. Я импульс подал, отработал 5 секунд. Выход выключился. Теперь я импульс подаю, а потом его выключаю при помощи И4. Подаю сигнал по И4. Мы с вами видим то, что идет подмена времени. Было 5 секунд. Теперь туда подается 1 миллисекунда. Блок видит то, что он это время уже переработал и завершает свою работу. То есть вот таким образом именно выключается блок TP. Коль мы уже дошли до таймеров и работаем с временем, здесь хорошо бы поговорить про часы реального времени. Коснуться, каким образом они настраиваются и как они используются в программе. Давайте как раз перейдем в настройки прибора, меню прибор, настройки прибора. И здесь у нас открывается вот такое окно. Здесь много различных настроек. Сейчас конкретно не будем останавливаться здесь. Откроем часы, ветку часы. Здесь есть вкладка дата и время и коррекция. Начнем мы с вами с даты и времени. Если я вот сейчас дату времени выставлю вручную и нажму записать, то у меня запишется именно то, что указано в ручных настройках. Если я поставлю галочку синхронизация с компьютером, у меня тогда время пишется то, которое на компьютере установлено. Сейчас мы видим мое текущее время, это 11.54. Нажимаю записать. Все, время пишется. Синхронизацию с компьютером я, допустим, убираю и могу вручную записывать. Есть еще такая вкладка, как коррекция. Все часы реального времени, да и вообще, в принципе, все часы, они не идеальны. То есть у них есть какие-то отклонения. Отклонения могут быть как вперед, они могут спешить, так и назад. То есть они могут отставать. Обычно вся эта информация прописывается в руководстве пользователя. При этом конкретно точное отклонение для вашей ситуации сложно сказать, потому что у вас приборы могут находиться рядом с мощными установками, у которых сильные электромагнитные поля. У вас приборы могут находиться в какой-то там высокой влажности. И вот это вот отклонение, оно будет разным. Но плюс-минус, то, которое возможно, оно в руководстве указано. Дальше вы, если сюда пропишите отклонение, например, со значением, значение запишите в формате минус и число, это означает, что каждый месяц столько-то секунд будет отниматься. То есть это отклонение скорректируем. Это когда часы спешат, мы прописываем значение с минусом. Когда часы отстают, мы сюда значение прописываем положительное. Просто указываем значение 5, 7. И это значение, соответственно, корректируется, добавляется. Настраивать время нужно именно в этой вкладке. А как же использовать его в программе? Во-первых, есть на панели переменных сервисные переменные, секунды, минуты, часы, день, месяц, слот. То есть если я достану вот эту переменную минуты, я могу ее значение брать. Причем мы с вами видим, значение целочисленное. Кроме этого, есть еще функциональные блоки. Функциональные блоки следующие. Функциональный блок Clock и функциональный блок Clock Week. Кроме этого, в менеджере компонентов еще есть специальный блок Clock. Каким образом они работают? Clock и Clock Week на самом деле блоки одинаковые. Единственное, в Clock Week можно задавать дни недели, а в блоке Clock дни недели задавать нельзя. Блок Clock я удалю, оставлю Clock Week, поскольку у него функционал просто шире. Выход я подам на Q4, выход здесь булевый. Каким образом он работает? Он в определенное время и дату включает вход, в определенное время и дату выключает вход. Причем можно привязываться к дате, можно привязываться не к дате, а можно привязываться только ко времени. Давайте зайдем в свойства блока Clock и выберем дни недели. Допустим, работает этот блок только в будни. И это будет у нас блок, например, для полива, для утреннего полива. Мы ставим понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Все, закрыли вкладку. Дальше устанавливаем даты и время включения. Открываем вкладку. Если мы привязываемся к дням недели, мы отключаем месяцы и дни, потому что мы привязались к будням. Какое это число, какого конкретно месяца, нам уже не важно. Оставляем часы, минуты, секунды. Например, в 8 утра будет включаться блок, в 8.20 он будет выключаться. Вот такой утренний полив на 20 минут. И теперь нам нужно его в режиме симуляции проверить. Как же он отработает? Я запускаю режим симулятора. И мы с вами видим, у нас появилась дополнительная панель. Это дата и время. Вот здесь она представлена. Что я сейчас делаю? Я запущу... Перед тем, как запустить цикл, я дату с временем поменяю. Я поставлю здесь, например, 7.56, чтобы мы увидели момент, когда же он включится. Поставил 7.56, нажимаю запустить. Секунды идут, но ждать еще 3 минуты слишком долго, а времени у нас с вами не так много, и мы хотим все-таки посмотреть, когда он включится и как это работает. Вот для этого нам как раз нужен конструктор времени. Вот здесь он представлен вот такими окошками. Это период и время цикла. Время цикла – это то, сколько тратится на цикл программы. Здесь установлено 100 миллисекунд. Период – это когда, через какое время будет новый цикл, следующий. Когда у нас период и время цикла 100 миллисекунд, у нас реальная секунда равна одной виртуальной секунде. Теперь я, допустим, хочу ускорить время. Я беру и время цикла увеличиваю. Например, делаю 5 секунд время цикла. И мы с вами видим то, что время начинает идти быстро. То есть у нас теперь минута как секунда. Вот было 8 часов. Выход Q4 включился. 10 апреля – это пятница. Наш блок работает. И сейчас, через 10 секунд, у нас выход выключится. То есть тогда будет 8.20, у нас выход выключится. Давайте посмотрим. Время идет. 8.20, и выход выключается. То есть блок у нас отработал как нужно. Дальше я могу вернуть обратно это время. Чем хорош этот конструктор? Время можно как ускорять, так и замедлять. Тем же путем. То есть мы либо время цикла период увеличиваем, либо уменьшаем. Вот сейчас у нас был длительный процесс, мы ускорили и посмотрели, как он происходит. Когда у нас процессы какие-то очень быстрые, мы наоборот можем замедлить и посмотреть, как это работает. Часто такое бывает, когда очень много сигналов, они приходят быстро, и нужно разобраться, а как же логика работает. Хорошо как раз время замедлить, чтобы увидеть вот эти моменты, где там что появляется. Вот таким образом работает часы реального времени. Если мне нужно, чтобы один и тот же выход срабатывал несколько раз, то в разное время, то я делаю это при помощи еще одного блока часы реального времени и логического блока или. То есть вот таким образом я подаю сюда и подаю вот сюда. Вот таким образом. Тогда у меня будет срабатывать там 8.20, он будет выключаться. Здесь я задам другое время, там вечером у меня он будет тоже включаться и выключаться. Так, сейчас мы перейдем к разделу, когда будем создавать свои собственные блоки. Посмотрим еще менеджер компонентов, поэтому давайте посмотрим вопросы сейчас и перейдем уже дальше. Так, вопрос. Вопрос. В блок селл можно записать 0 вместо 1. Так, 0 вместо 1. А что вы имеете в виду? На какой вход? А, при подмене с целью остановки. А, все, я понял. На целочисленной. Нет, смотрите, лучше записать единицу. Почему лучше записать единицу? В принципе, 0 можно записывать, но все, что работает с типом данных тайм, со временем, таймеры, часы реального времени и так далее, они к значению 0 иногда воспринимают не очень корректно. Лучше указывать какое-то минимальное. Вот у нас, допустим, время цикла, минимальное, возможное, фпр, это 1 миллисекунда. Поэтому лучше просто добавить 1 миллисекунду, и значение будет восприниматься корректно. 0 в принципе можно, но я не рекомендую вам в такие блоки записывать 0. Лучше записывать что-то маленькое, единицу, например. Так, есть еще какие-то вопросы на данном этапе? Переменная, полученная по сети RS-485, я так понимаю. Немножко посмотрим. Да, да, будет у нас сетевой обмен. И для того, чтобы до него дойти, давайте мы с вами перейдем к следующему разделу, чтобы у нас побольше времени осталось. И поработаем с блоками собственными, которые создаем, и с менеджером компонентов. Начнем с менеджера компонентов. Где находится вот эта онлайн-база блоков, где есть очень много хороших блоков? Находится она в меню «Файл», «Менеджер компонентов». Сразу скажу следующий нюанс. Чтобы вам эту базу скачать себе на компьютер, вам нужно хотя бы один раз подключить интернет. То есть, допустим, если у вас всегда есть интернет, никаких проблем. Вы выходите в онлайн-базу, все подгружается, вы скачиваете как угодно. Если у вас интернет не всегда есть, вы можете загрузить базу к себе на компьютер. Для этого в онлайн-базе, в бокладке, нужно поставить галочку на все блоки и нажать, например, «Загрузить в библиотеку». Вот у меня в локальную библиотеку они все загружены. Если я сейчас перейду во вкладку «Библиотека», то здесь мы с вами увидим то, что все блоки у меня здесь подгружены в мою собственную локальную библиотеку на конкретно вот этой машине. Какие блоки здесь есть? Блоков на самом деле очень много, их больше сотни. Есть различные аналоговые преобразователи, то, что касается датчиков температур, различные преобразователи. Кроме этого, я еще обещал вам показать блок, который вычисляет время цикла. Находится он в таймере и счетчике, называется «тайм-цикл». Если я его выберу, здесь есть к нему описание. Здесь его просто нужно записать, подать на него сигнал единица булевский, и значение с плавающей запятой у вас запишется. В переменную, допустим, вывести его. Вот такой блок, который показывает время цикла. Теперь давайте мы с вами какой-нибудь блок отсюда вытащим. Какой-нибудь интересный блок, например, для температуры. Вот у нас с вами есть аналоговый вход, по нему даже подключена имитация датчика ПТ-1000, и мы сейчас с ним поработаем. Я выбираю блок преобразования температуры ПТ-1000 и нажимаю «загрузить в проект». Нажал «загрузить в проект». Он у меня в проект подгрузился. Если я создаю новый проект, мне его опять понадобится подгрузить. И захожу в библиотеку компонентов, но теперь уже захожу в макросы. То есть во вкладку с буквой «М». Здесь есть ПТ-1000. Я его сюда достаю, на рабочую область. Дальше мне нужен аналоговый вход. Я вот эти входы, например, подавину и аналоговый вход подниму. АИ-1. Аналоговый вход мне нужно настроить в режим работы измерения сопротивления. Он может работать с унифицированными сигналами 0,10 Вольт, 4,20 мА, а может мерить сопротивление. Как это сделать? Выбираю аналоговый вход, захожу в свойства, выбираю сигнал датчика 4000 Ом. Это означает, что он измеряет сопротивление. Первый вход блока ПТ-1000 – это сопротивление текущее, которое измерено. Второй вход R-провода – это компенсация сопротивления провода. Поскольку у нас не предусмотрено трехпроводное, четырехпроводное подключение к входу аналоговому ПР-200, там только двухпроводное подключение доступно, то компенсировать это сопротивление мы можем только программно. Например, введя с экрана значение, либо же передав его по сети и так далее. Выходы. Есть выход T – это температура уже в градусах Цельсия. То есть, в принципе, мы можем сделать вот этот пересчет вручную, если мы знаем зависимость НЦХ датчика. Но рекомендую вам использовать из библиотеки, потому что зависимость сопротивления от температуры условно можно назвать линейным, но на самом деле оно не линейное. Причем от нуля в положительной части оно не линейно по одному, а от нуля в отрицательную часть оно не линейно по другому уже закону. Куда мы будем писать это значение? Для этого значения мы с вами создадим переменную. Я создаю переменную T1 с плавающей запятой, назначаю ее энергонезависимой, нажимаю ОК и добавляю на рабочую область. Вот это значение сюда я буду записывать. Подсветился блок желтым цветом, ничего страшного, здесь нет никакой ошибки, просто программа нас предупреждает, что у нас есть обратные связи. Язык ФБД просто реагирует на обратные связи, и программа нам показывает, что у вас есть обратные связи, и о них в случае чего стоит помнить. Есть еще выход, верор, ошибка. С чем связан этот выход? У нас с вами датчик ПТ-1000, его сопротивление изменяется в определенном диапазоне. Вот если у нас сопротивление будет каким-то очень-очень большим, это означает, что скорее всего у нас обрыв датчика. И вот здесь тогда будет значение 2. Если у нас с вами сопротивление будет очень маленьким, это означает, что скорее всего у нас короткое замыкание. И здесь будет значение ошибки единица. А если у нас нет ошибок, то здесь будет 0. Давайте с вами теперь проверим, как пересчитывает этот блок. Я запускаю режим симуляции, даю путь к циклу, и мы с вами задаем значение. Например, я задам 1000 Ом на вход. Нажимаю ОК. И мы с вами видим то, что у нас в Т1 пишется значение 0. Это действительно так. Не просто так назван датчик ПТ-1000. При температуре 0 градусов у этого чувствительного элемента сопротивление 1000 Ом. Если я введу значение 1385 Ом, тогда мы с вами увидим, что здесь температура 100 градусов. То есть мы видим то, что да, действительно, вот этот блок пересчитывает сопротивление в температуру. Если мы хотим посмотреть, а как же внутри выглядит этот блок, как он создан, мы можем нажать на него правой клавишей, редактировать макрос, и у нас появится в открытом доступе этот макрос. На самом деле большинство блоков менеджеров компонента открыты для редактирования. То есть вы можете посмотреть, как они сделаны. Вот таким образом они сделаны. Вы можете их как-то подредактировать, добавить какой-то дополнительный функционал, если вам необходимо. Но перед этим советую вам их отдельно сохранять, чтобы в проекте они были у вас под другим именем, чтобы вы понимали их различия. Так, а теперь давайте мы все-таки создадим макрос вручную сами. Какой макрос мы с вами сделаем? А у нас уже есть предпосылки к макросу. У нас есть таймер TP и его отключение. Мы сделаем универсальный таймер, который будет еще с входом на выключение. Таким образом можно сделать этот макрос. Первый способ автоматический. Я могу, например, выделить какую-то часть схемы и нажать правой клавишей и создать макрос. Выбрать создать макрос. У меня макрос сформируется автоматически. Понятно, что он формирует его сам. Здесь входы-выходы компонуются по стандартному алгоритму. Это нас может не очень устраивать. Тогда мы нажимаем правой клавишей на него, редактировать, и можем уже внутри править так, как нам нужно. Теперь давайте я верну это все. Нажму Ctrl-Z. Ctrl-Z возвращает на несколько действий назад. Но учитывайте, что если вы сделали несколько действий вперед, уже значительное количество, то вы можете уже назад не вернуться. Теперь сделаем вручную макрос. Делается он следующим образом. Меню файл, создать макрос. И здесь мы должны понять, а сколько же входов-выходов нам нужно. Ничего страшного. Если вы указали меньше, дальше в макросе можно добавить эти входы и выходы. Количество входов. Один вход под включение, второй под выключение, третий под уставку времени. Три. Количество выходов один. Это объект, которым мы будем управлять. Нажимаю ОК. Появляется вот такой вот макрос без имени. И появляется вот такая схема. Я, допустим, ленивый, и заново сюда переносить схему поэлементно мне лень. Что я делаю в этом случае? Я возвращаюсь на схему, выбираю вот эти все объекты, копирую их в Ctrl-C. И в макросе Ctrl-V их вставляю. И вот таким образом мы быстро с вами вот эту часть перенесли. Дальше я распределяю входы-выходы. Это у меня включение этого включения. Выход Q. А вот этот выход нам нужно с вами перенастроить. Он по умолчанию булевый. Я его выбираю, захожу в свойства и переключаю его в целочисленный. Поэтому входу мы с вами будем подавать временную уставку. И подаю его на селектор. Кроме этого, здесь можно назвать входы по-другому. Я, например, могу назвать, что это у меня пуск. Это у меня пуск. Это у меня вход стоп. А вот это у меня я нанчу время. Выход Q таким же и оставлю. Теперь нужно макрос сохранить. Я выбираю рабочий хост. Ввожу ему имя в свойствах. Напишу, что это TP+. И нажимаю сохранить. Но нажимаю сохранить во вкладке макроса. Вот здесь. Не сохранить проект, а сохранить макрос. Нажимаю сохранить документ макроса. И возвращаюсь на схему. Вот эту связь я удаляю. Кроме константы 5000. И добавляю макрос TP+. Вот таким образом он выглядит на рабочем холсте. То есть здесь мы с вами уже видим не и 1, и 2, и 3, а видим пуск, стоп, время. По время я подаю 5000, и 4 подаю на стоп, и 3 подаю на пуск. Выход Q1 подаю на выход Q3. Получаем вот такую схему. Теперь проверим. Запускаю режим симуляции. Даю пуск циклом. Запускаю таймер. Спокойно работает 5 секунд. И отключается. Теперь я еще раз запускаю таймер. Отрабатывает 5 секунд. Я даю стоп. Таймер завершает свою работу. То есть работает так, как мы его собирали с блоком селектор. Вот таким образом макрос с вами сделали. Каким образом макрос можно добавлять в другие проекты? Во-первых, вы свои макросы можете попробовать добавить в онлайн-базу. Для этого, например, можно написать Андрея Посоху, он руководитель по направлению PR. Либо же вы можете написать, допустим, мне на почту, я тоже вас свяжу. И вы пришлете свой макрос, его посмотрят, проверят. Если он действительно стоящий, хороший и не повторяет какой-то, который уже есть в библиотеке, его могут добавить. Кроме этого, любой макрос вы можете переносить на флешки. Любые макросы вы можете переносить на флешки или хранить у себя на компьютере. Каким образом это сделать? Мы заходим во вкладку «Макрос», там, где мы его создавали. Потом «Файл», «Экспорт макроса в файл». И на рабочий стол я, например, его называю «Макрос TP+.» Нажимаю «Сохранить». Макрос сохранен. Все. Вот он у меня лежит на рабочем столе. Выглядит вот таким образом. Макросом по центру. А дальше, чтобы добавить его в проект, я просто нажимаю «Файл», «Импорт макроса» и выбираю вот этот макрос. Сейчас, поскольку у меня он есть, я его не буду добавлять, но делается это именно вот таким образом. Так. Давайте остановимся. Есть какие-то вопросы по макросам, по блокам, по менеджерам компонентов? Так, может быть, там связь, связь нормально все со связью, слышно, экран видно. Так, все хорошо пишет. Так, вопросов, ошибку как читать. Ошибку имеется в виду с PT1000. Ошибку можно читать следующим образом. Смотрите, давайте я быстро добавлю. Вы просто делаете переменную, например, я так и назову ошибку, целочисленную, и пишу ошибку в эту целочисленную переменную. А следующий вопрос уже будет касаемо того, а где вы хотите увидеть ошибку. То есть, либо ее можно выдать по сети, либо ее можно вывести на экран, либо же можно, допустим, ошибку сравнить со значением, и в случае, если у нас обрыв, чтобы включился там какой-нибудь выход. То есть, дальше уже это такая программный момент. Так. Что мы с вами будем делать дальше? А дальше мы с вами перейдем к экранам. Прямо здесь, в этом же проекте, я открываю вкладку экраны и закрепляю ее. Панель переменных я пока уберу, чтобы у нас было больше пространства. И мы с вами заходим в экран 1. Здесь по умолчанию уже присутствует группа 1 и есть экран 1. Что мы с вами выведем на вот этот экран 1? Здесь библиотека компонентов уже своя. Здесь другие элементы. Здесь есть текстовая метка. Это обычный текст. Есть ввод-вывод int float. То есть, ввод-вывод численных значений, где мы с вами либо сами вводим, либо выводим значение какое-то. Есть ввод-вывод boolean переменных. То есть, мы можем с экрана управлять. Есть динамический текст, есть комбо-бокс. Сейчас мы с вами, допустим, возьмем и выведем значение температуры на экран. Я для этого беру элемент ввод-вывод int float. Каким образом мы с вами вот этот элемент настраиваем? Выбираю этот элемент, захожу в его свойства. Первое. Обратите внимание на тип переменной. Если у вас будет здесь тип переменной вещественной, а вы хотите вывести целочисленный, тогда, когда вы зайдете в переменные, у вас целочисленные переменные отображаться не будут. Сейчас мы выводим вещественные. Поэтому я тип переменной ставлю вещественной, а только потом захожу в раздел переменные. И выбираю переменную t1. Нажимаю ok. Дальше. Сколько знаков мы с вами хотим видеть? У нас температура меняется где-то от минус 150 до плюс 150. Знаков у нас интересует 4 и один знак после запятой. Это значение у нас редактируемое или нередактируемое. Если мы его вводим, оно редактируемое. Если мы отображаем, а с датчика мы именно отображаем, мы ставим нет. Кроме этого, есть еще дополнительный функционал. Это текст до и текст после. В текст до я, например, могу написать, что это у меня датчик 1. Текст после я, например, поставлю большую S как знак градуса. Все. Дальше, для того, чтобы у меня поместился весь этот текст на экране, я беру вот так вот рамки и растягиваю на весь экран. Если я хочу сделать пробел между текстом и значением, я захожу в текст до и ставлю пробел после датчика 1. Вот теперь у меня есть пробел между значением и именем. Теперь мы с вами сделаем следующее. С выводом значения «Понятно» мы добавим еще один экран для того, чтобы у нас была возможность попереключаться между двумя экранами. Я нажимаю правой клавишей на группу 1, добавить экран, появляется экран номер 2. Нажимаю на него и, допустим, вынесу сюда какой-то текст. Естественно, что у нас с вами сейчас не получится посмотреть экраны, поскольку посмотреть экраны мы сможем только на самом приборе. Эмуляции экранов здесь нет. Но мы можем настроить переключение между экранами и посмотреть, как это выполняется. Я нажимаю правой клавишей на группу 1, редактировать группу. И первое, что мне нужно настроить, это переход с экрана 1 на экран 2. Для этого я выбираю экран 1, захожу в свойства «Переход к экрану». Список экранов – экран 2. А дальше я могу переходить либо по изменению значения переменной, какой-то там булевый, либо по генерации событий от прибора. Я выбираю генерацию событий от прибора, и это кнопки на приборе. И выбираю, например, «Альт вниз». Почему я не выбрал, например, стрелочку просто вниз? Стрелочкой вниз переключаются строки на экране. То есть можно делать многострочные экраны. И если вы переключение экрана сделаете на стрелочку вниз, то, увы, у вас будут переключаться экраны, а не строки. Поэтому избегайте таких сочетаний. С экрана 2 нам необходимо будет вернуться еще и назад на экран 1. Поэтому мы также настраиваем переход, выбираем список экранов «Экран 1». И, например, не стоит делать большое количество комбинаций, особенно если у вас ночью много экранов, оператору будет достаточно проблематично все это запомнить. Лучше использовать какое-то одинаковое сочетание комбинаций. И нажимаем «Ок». Все. Вот таким образом мы настроили переход при помощи кнопок «Альт вниз» на экран 2. Еще раз нажимаем «Альт вниз», возвращаемся на экран 1. Вот таким образом настраиваются переключения между экранами и добавляются экраны. Строки можно добавлять следующим образом. Вот я выбрал «Экран 1», нажимаю на вот такой элемент справа от экрана и добавить строку ниже-выше, в зависимости от того, где ее нужно добавить. Экранов можно делать большое количество, строк там тоже может быть много, они даже не сильно отъедают оперативную память. По своему опыту могу сказать, что можно настроить там десятков экранов, и еще из них все будут еще многострочными. Так, сейчас перейдем к передаче данных, поэтому давайте мы с вами закроем этот раздел. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Так, что такое коллекция переходов? Давайте вернемся на группу экранов. Коллекция переходов, вы имеете в виду, наверное, вот эту надпись. Ну, так просто в программе называются вот эти вот переходы. То есть создана коллекция стандартная, мы из стандартной коллекции выбираем переход с одного экрана на другой. Делаем мы это тем, что указываем конкретный экран, и дальше уже по событиям переходим. А какие события, зависит от того, как мы хотим, чтобы это выглядело. Итак, есть какие-то еще вопросы? Да, можно задать условия на переход. Да, это действительно можно сделать. Делается это при помощи, например, сейчас я вам покажу. Настраивается это изменение значения переменной. То есть здесь выбирается переменная, допустим, B1, которая у нас булевая, я нажимаю ОК, и в этом случае, когда у нас B1 будет иметь значение единицу, мы будем переходить на экран 2. То есть автоматически у нас будет, как только B1 станет со значением единицы, нас автоматически перекинуло на экран 2. Так, ну ладно, давайте перейдем к подключению по сети. Дальше у нас еще будет в конце время, это последняя наша тема, после нее у нас будет еще время задать вопросы. Кроме этого, сразу не отключайтесь, мы с вами еще, я вам дам контакты, по которым с нами можно будет связаться. Так, подключение по сети. Мы с вами уже рассмотрим подключение на готовом примере, где я вам расскажу, каким образом это настраивается и каким образом это все выглядит. Рассмотрим подключение на примере OvenCloud, то есть на примере подключения к облачному серверу. Я сейчас вот этот проект закрою. Давайте я его даже сохраню. Один, например. И перейдем к проекту для облачного сервера. Вижу вопрос, как насчет счетчиков. Мы их рассмотреть не успеем. На самом деле достаточно простые объекты. В справке по ним все описано. Они здесь есть, работать с ним просто, находятся в функциональных блоках. И еще такой момент скажу. Здесь очень удобная навигация по справке. Вы можете выбрать, если забыли, как работает какой-то блок или не знаете, как он работает, вы выбираете блок, нажимаете F1, и у вас открывается справка конкретно по этому блоку. Единственное, только с некоторыми блоками иногда бывает не с первого раза может сработать. Но открывается все равно. Там с второго раза откроется все равно по конкретному блоку. Что касается сетевого обмена. Каким образом у нас сейчас выглядит сеть? То есть у нас есть PR200 и есть облачный сервер. У PR200 есть интерфейс RS-485. Последовательный интерфейс. Это промышленный стандарт. Но через него как нам выйти в интернет? Для того, чтобы выйти через него в интернет, нам понадобится сетевой шлюз. Причем с точки зрения сети MatBus RTU, у нас сетевой шлюз не является ни слейвом, ни мастером. Он просто пробрасывает данные в облако. С точки зрения сети, ее топологии. У нас OvenCloud является мастером, PR200 является слейв-устройством. Что стоит знать о настройке сети? У сети есть основные сетевые параметры и дополнительные. Основные сетевые параметры – это у нас протокол, скорость и адрес. Они должны быть обязательно настроены. Без них сеть не будет работать. Дополнительные сетевые параметры – это различное количество бит-данных, четность, нечетность и так далее. С ними по умолчанию, если они везде стоят одинаковыми, работать будет. Ну и в случаях, когда у нас есть какие-то особенности, они используются, перенастраиваются они не так часто, но используются в каких-то частных случаях. Поэтому нам сейчас нужно настроить основные сетевые параметры. Что мы с вами будем делать? Во-первых, мы будем передавать в облако температуру с входа АЕ1. Во-вторых, мы будем с облака включать выходы ПРК. То есть вот эти вот Q1, Q2. Схемы у меня уже собраны. И я сейчас расскажу, каким образом здесь все происходит. Первое. Начнем с настройки сети. Захожу в настройку прибора. И здесь есть интерфейсы. Раздел интерфейса. RS-485. Слот 2. Слейф. Вот так ветка называется. По умолчанию она называется слот 1. Слейф. Есть здесь два слота. Первый и второй. У PR-200 может быть два RS-485 порта. И мы должны определить, по какому у нас подключен сетевой шлюз. Я вот сетевой шлюз подключил по второму слоту. Поэтому я здесь выбираю второй слот. Кроме этого, есть еще такой нюанс. Когда PR-200 работает и по первому, и по второму порту в режиме слейф, то обращаются мастера к одним и тем же регистрам. Вот это очень важно. Можно помнить, здесь есть такая особенность. Сейчас у нас PR-200 работает с слейф-устройством только по слоту номер 2. Режим мы оставляем здесь слейф. То есть PR-200 относительно облака слейф-устройства. Скорость 115-200. У меня сетевой шлюз и PR-200 находятся рядом с друг другом. Скорость у нас зависит от длины связи. То есть чем дальше у нас объекты находятся друг от друга, тем меньше мы выбираем скорость. Поскольку большая скорость физически не может быть поддержана. Скорости стандартные. То есть в зависимости от того, чем больше длина, тем меньше мы выбираем скорость. Теперь мы с вами переходим в профиль, который здесь появляется. Профиль добавляется автоматически. Какие настройки мы выставляем в этом профиле. Первое. Имя. Имя это просто как оно будет отображаться в программе. Имя я здесь указал, что это на облако. Адрес. А вот это адрес PR как слейф-устройство. То есть адрес здесь 20. Дальше. Нам нужно определить, каким же образом посылка уходит в облако. И вот здесь такой, можно сказать, подводный камень. Поскольку нет каких-то стандартов на посылке. Некоторые приборы передают одним образом, некоторые другим. Читают они тоже по-разному. И вот здесь, если у вас два прибора, и вы настраиваете, то обязательно смотрите в руководство. Всегда вообще смотрите в руководство, каким образом передаются посылки между приборами. Поскольку здесь можно как раз напороться на то, когда у вас большая куча приборов, и они по цепочке передают информацию, и вы запутаетесь просто. А как же эту информацию принять? Ничего страшного, на самом деле. Если вы сеть настроили нормально, то посылка вам придет, просто там будет некорректное значение. Иногда здесь понадобится время, чтобы все выставить правильно. Вот для того, чтобы с PR200 нам отправить на облако, мы должны поставить галочку старшим байтам вперед. Здесь больше это касается посылок, состоящих из двух регистров. Вот у нас один регистр, младший, вот старший регистр. Регистр состоит из двух байт, есть младший байт и старший байт. Дальше мы с вами... Почему у PR адрес 20? Я установил его сам таким. То есть здесь все зависит от того, какой адрес вы сами поставите. У меня 20 адрес свободный, поэтому я его назначил. Адреса можно выбирать от 0 до 255. Единственное, только рекомендую вам выбирать адреса от 1 до 240. Поскольку крайние адреса, такие как 0 и 255, бывают системными, либо же широковещательными, то есть общими для приборов. И вот для того, чтобы в них случайно не попасть, выбирать от 1 до 240 вам хватит на все. Дальше мне необходимо добавить сетевые переменные. То есть мне нужно добавить регистр, куда я буду писать значение переменной. И я добавляю две переменные. Добавляю я их при помощи нажатия на вот этот плюсик «добавить переменную». Потом я их настраиваю. Выбираю первую переменную, задал ей имя T1. Тип с плавающей запятой, регистр 512. Регистр я указываю не сам, регистр выделяется автоматически. То есть смотрите, если я добавлю еще одну переменную, у меня сейчас появится var1, и здесь регистр 515, с учетом того, какие уже заняты. Здесь у T1 512 регистр, выходы целочисленные, 514 регистр. Почему 514? А T1 у нас тип данных флоу. Тип данных флоу занимает два регистра. 512 и 513. Выходы занимают уже 514 регистр. Они занимают один регистр. Целочисленный тип данных, он занимает один регистр. После чего я возвращаюсь на рабочий хост. В T1 пишу температуру, таким образом, как мы с вами писали в локальную переменную, только теперь я пишу в сетевую переменную. Для этого есть специальный инструмент создания сетевой переменной. А выходы? Вот здесь ситуация более интересная. Поскольку мы с вами, когда PR200 слейф-устройство, мы можем передавать только целочисленные типы данных и типы данных с плавающей запятой. Булевые мы с вами передавать не можем, когда он работает как слейф. Когда как мастер, можем, а когда как слейф, нет. Поэтому мы с вами выходы распаковываем. То есть, по сути, выходы нам приходят как битовая маска. А дальше мы распаковываем ее, читаем нужный нам бит в этой маске. И уже по его состоянию мы работаем с выходом. Для этого есть специальная функция экстракт для чтения бита из целочисленного значения. Есть еще такая функция, как PutBit для записи бита. Это то, что касается PR200. Теперь я открою облачный сервер. И мы с вами посмотрим, приходят ли у нас данные. Я сейчас повращаю. Потенциометр. И мы проверим. Так, данные у нас не обновились. Мне нужно перезапустить сеть. Я на сетевой шлюз интернет раздаю с телефона. Сейчас я сеть перезапущу. То есть, на самом деле, можно еще и вот таким способом. У меня сетевой шлюз PV210. Он выходит в облако через Wi-Fi. Настраивается очень легко. Буквально из коробки. А интернет, я на него вообще раздаю с телефона. Мне так просто удобнее, особенно, когда куда-то выезжаешь, не рассчитывать на какой-то чужой интернет, а рассчитывать на свой. Так, страницу я сейчас обновлю. Он мне попросил пароль. Буквально сейчас еще введу аккаунт, и мы с вами посмотрим. Так, заходим. Вот таким образом выглядит облачный сервер. Так, сейчас, секунду, друзья. Значения у меня с аналогового входа не приходят. И... А, ну, я, по-моему, не записал программу в прибор. Все правильно, да. Программу-то я вам показал, все объяснил, а сам проект в прибор не записал. Это, конечно, я молодец. Поэтому не забываем, сохраняем проекты и обязательно записываем в прибор. Записал программу в прибор, и вот сразу мы увидим с вами значение здесь появилось. Обратите внимание вот сюда, где у нас с вами датчик 1, а здесь у нас значение меняется. То есть мы с вами... Я вращаю потенциометр, и мы с вами видим, что значение температуры меняется. Что касается настройки со стороны облачного сервера. Давайте зайдем в управление прибором, и я вам просто ее покажу. Первое. Мы с вами указываем текущий идентификатор. Что это такое? Это у нас заводской номер сетевого шлюза. Поскольку PR200 мы напрямую не можем вывезти в облако, мы здесь указываем заводской номер сетевого шлюза. Дальше. Тип прибора. Там по умолчанию указывается произвольный прибор MatBus. То есть, по сути, вообще через сетевой шлюз в облако можно вывести любой прибор, который работает по RS-485 с протоколами MatBus. Далее. Название прибора внутри программы. У нас это PR200. Указали часовой пояс. Для Москвы это плюс 3. Время хранения архива 90 дней. Оперативный период опроса. Это как часто у нас обновляются данные. Я здесь вам не рекомендую ставить чаще, чем 2 секунды. Почему? Даже с самым прекрасным, лучшим соединением интернета вы можете поставить секунду. У вас данные будут обновляться в секунду. Но нужно понимать, что данные сначала идут на сервер, который в Московской области, а потом возвращаются к вам на компьютер. Поэтому чаще, чем раз в секунду, вы просто физически не сможете обновлять данные. Это стоит учитывать. Конфигурационный период опроса. Это у нас... Некоторые параметры можно сделать конфигурационными и опрашивать их не так часто. Бывают в проектах такие параметры, которые не надо опрашивать часто. И вот их можно назначить конфигурационными. Управляющий период опроса это период, с какой частотой данные пишутся, отправляются на запись. Период отсутствия данных, скорость компорта 115.200 мы с вами ставили. Настройка компорта это то, что касается дополнительных сетевых настроек. Это как раз бит данных, четность, стоп бит и так далее. И вот этот адрес сети 20. Это как раз тот, что я указывал в программе. Так что вот здесь обратите внимание. Помните, вы спрашивали, почему я указал 20. Я его в программе там указал 20, он у меня был свободным. И здесь я его также 20 указал. И это важно. Дальше все оставляем как есть и нажимаем сохранить. В самом облаке настраиваем параметры. Сделать на самом деле это можно просто. Вот эти параметры настроены вручную. Я их сюда добавлял. А есть еще такая функция. Я допустим вернусь в OvenLogic. Здесь есть расширение экспорт в OvenCloud. Нажимаю экспорт в OvenCloud. На рабочий стол сохраняю имя файла девайс. А дальше я эти параметры могу сюда добавить. Я нажимаю импортировать, загрузить из JSON. Выбираю файл и выбираю файл девайс.json. И эти параметры вот в таком виде у меня подгрузятся. То есть добавляется вообще очень просто все. Дальше, для того, чтобы посмотреть значения, я нажимаю просмотр прибора. И здесь у меня есть следующий параметр. Во-первых, это есть температура выхода и их значения. Дальше я могу посмотреть таблицы. То есть, все параметры фиксируются. Кроме этого, можно сделать экспорт в Excel файл вот этой таблицы. Кроме этого, можно выбрать настройки, какие параметры выводить, какие параметры не выводить. Экспорт в Excel работает очень хорошо. То есть, интервал времени указали, нажали получить файл, вот мне в загрузке упал Excel файл, в котором есть уже таблица с параметрами, когда они приходили, какое значение на них было и так далее. Вот за сегодняшний период они все выгружены. Можно уже делать какие-то графики в Excel, можно пихать уже какие-то базы данных и так далее. То есть, все очень удобно. Графики. Можно посмотреть график, как менялась температура. Вот мы с вами здесь, я вот так вот увеличиваю, мы с вами видим, как температура менялась. То есть, как я вращаю потенциометром, значение меняется и здесь оно у нас отображается. График можно картинкой тоже выгрузить. Есть еще события. События настраиваются следующим образом. Там есть специальный калькулятор, и у меня вот есть здесь одно событие, я настроил, когда у меня температура больше 100 градусов, у меня приходит авария. Вот мы с вами видим, пришла авария. Захожу в аварии, мы с вами видим, написано, что вот тогда-то пришла авария, прибор PR200, событие закипел, и я отмечаю, что я прочитал событие. но авария никуда не ушла. Для того, чтобы авария ушла, мы должны ее завершить. Я потенциально отматываю назад. Теперь смотрю аварии, и мне пишут, что ничего не найдено. Захожу еще раз в событие, и здесь еще раз обновлю страницу. вот, и здесь у меня показана вот эта строчка, когда авария случилась, и когда она завершилась. Я открываю подробнее, и мы с вами видим, сообщение закипело, время фиксации 12.41.07, время снятия видим, ну и кроме этого видим, кем оно было прочтено. То есть здесь написано, Кабалин Алексей Иванович прочитал 12.41.21. То есть пришла она в 7 секунд, я его прочитал в 21 и завершил в 31 секунду. То есть есть и такой функционал. Запись параметров. Если я сюда введу единицу, нажму записать, появится такое окошко, я нажимаю записать, уведомления по аварии можно получить. Вы таким образом получаете их в рабочем кабинете, кроме этого, в мобильное приложение они происходят как пуш уведомления. Можно еще сделать получение на почту в смс варианте пока нет. Теперь посмотрим WovenLogic. Я вот сейчас включил лампу первую, первый выход включил, захожу в онлайн отладку, и мы с вами видим, что здесь находится единица. Давайте я сейчас включу еще вторую лампу, запишу сюда тоже значение 1, нажимаю записать, мы с вами заходим в WovenLogic и видим, что Q2 тоже включился, значение единица. В выходах лежит тройка. Откуда эта тройка взялась? Тройка берется оттуда, что тип шифрования в маске идет по двоичной системе. У нас с вами каждый бит лежит под отдельным номером, здесь у нас нулевой бит, здесь у нас первый бит. И, соответственно, если у нас в нулевой бит пришла единица, тогда у нас значение здесь будет два в нулевой, это единичка. Когда у нас в первый бит еще пришла единица, это будет два в первый. Два в первый плюс два в нулевой, это значение три, и здесь мы с вами его видим. И оба выхода у нас включены. Я, конечно, понимаю, что тяжело так на слух воспринимать, каким образом выглядит маска, как она работает и каким образом это все взаимодействует, но вы другого способа я уже не могу вам показать. Так, по поводу передачи данных я закончил. Теперь мы с вами переходим к вопросам, ну и заканчиваем наш вебинар. Так, я сейчас еще выведу контакты на экран, по которым вы можете с нами связаться. Здесь указаны контакты посоха Андрея, он руководитель направления программируемого ОРЛЕ, указана его почта, в чате вы с ним уже общались сегодня. Дальше указаны мои контакты и контакты учебного центра ОВИМ, инженером, которого я являюсь. Здесь указан e-mail и сайт, по которому он расположен. так, если есть какие-то вопросы, то задавайте. Вижу вопрос про ПИД-регулятор. Так, коллеги, давайте так, ПИД-регулятор. ПИД-регулятор здесь есть, как он выглядит, визуально могу показать, но рассказывать про него очень долго, мы вывалимся за рамки. ПИД-регулирование это такой большой пласт информации и настройки его использования, что нам нужен просто отдельный вебинар, о котором, кстати, если у вас будет желание и будут желающие, мы, в принципе, можете попросить, допустим, Косохова, Андрея, может быть, такой вебинар организуется. У меня есть такой еще к вам вопрос. Есть желание по тому, как показать отдельно настройку облака с ПР, то есть, показать, как параметры настраиваются, как настраивается само облако, прям вручную все. Если такие пожелания тоже есть, то тоже их озвучивайте, пишите, для того, чтобы мы понимали, что действительно такой вебинар нужен. там уже можем отдельно прям посмотреть все возможности облака и... Так, по прошедшему семинару есть какие-то вопросы еще? А, по мнемосхемам. Мнемосхемы разрабатываются, они будут, когда они конкретно выйдут, пока у меня такой информации нет, сложно сказать, но они точно будут. По интерфейсу больше управления другими приборами интересует, например, по ЧВ. Смотрите, на самом деле вся вот эта вот матбас-история, если приборы работают по матбасу, по интерфейсу RAZ485, она там абсолютно одинакова. Единственное, что да, действительно есть свои нюансы, так как у некоторых есть уже назначенные регистра, информацию с которых можно получать и которым можно управлять, а у некоторых мы с вами создаем это все вручную. Ну, в принципе, на самом деле показывать удаленно можно, можно, можно показать, как это настраивается, но лучше, конечно, смотреть уже на реальном объекте. Так, получать состояние дискретных входов в облако. Конечно, есть, да. Как раз через функцию putBit, запись бита, мы все так же пишем в переменную, допустим, целочисленную входы и отображаем ее значение в облаке. Да, никаких проблем нет. Строку, да, бегущую строку на экране в PR можно сделать, при этом даже на сайте есть, на сайте есть раздел, где показан пример, как сделать бегущую строку. Для этого нужно зайти, по-моему, на раздел PR200 и посмотреть примеры, либо в разделе OvenLogic. OPC-сервер и API в облако. По поводу OPC-сервера, смотрите, OPC-сервер с облаком интегрируется, облако просто встраивается в OPC-сервер, там надо всего лишь авторизоваться и все ваши данные с облако подтянутся в OPC-сервер. API у облака открытое. Что на самом деле добавляет еще функционала? Можно создавать свои собственные приложения, которые будут работать с облачным сервером, с его данными. Так, коллеги, есть еще какие-то вопросы? Так, тогда семинар мы с вами заканчиваем. А, так, вот еще один вопрос. Сенсат OPC-сервер можно облако связать? Сенсат OPC-сервер. Смотрите, в принципе, можно связать данные, получаемые с облака с инсатовским OPC-сервером, но нужно их тогда через что-то передать. Тут я бы даже больше спросил, а почему вас именно инсатовские OPC-серверы интересуют? Если под мастерскаду, то в мастерскаде можно и наш OPC-сервер использовать, а в него облако очень хорошо встраивается. Семинар тогда заканчиваем. Всем спасибо за то, что вы приняли участие в нашем семинаре. Успехов в создании своих проектов и в их реализации. Я тогда с вами прощаюсь. Контакты у вас все указаны. Обязательно пишите, обращайтесь. Все. Всем до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...